Офицер британской индийской армии Джон Ханнинг Спик прожил короткую жизнь. А сейчас его мраморный бюст стоит в галерее Соммерсет-Вёрфис в одном ряду со знаменитым писателем Генри Филдингом. Выходец из благородной богатой семьи Спик всегда интересовался путешествиями, особенно его манила Африка, куда он ездил несколько раз, чтобы найти великие озера, которые, по слухам, находились в центре континента. В 1858 году Спик стал первым европейцем, увидевшим озеро, известное местом как Нам-Лови, которое он переименовал в честь королевы Виктории и нанёс на карту. В 1862 году Спик вернулся к озеру и на северной его стороне обнаружил вытекающий из него Нил. Кританское общество не дало этому открути однозначную оценку. Многие коллеги Спика сомневались в его правоте. Публичные дебаты, где Спик должен был отстоять свою точку зрения, были назначены в городе Бат. Но накануне Спик погиб от огнестрела на охоте. А что же исток Нила? А оказалось, что у реки Нил его аж два. Белый Нил – река Кагера, впадающая в озеро Виктория, и Голубой Нил, стекающий с гор Эфиопии.